Всем-всем большой привет! Наши друзья, наши подписчики и просто зрители нашего канала. Большой-большой привет! Юра, ты где? Тебя не видно и не слышно. Салют! Итак, дорогие друзья, мы едем сейчас в спа-отель Солнечный. Но вообще-то планы у нас были совсем другие. Сегодня у мамы день рождения. Мы должны были поехать в наши компании. Мама, папа, Лена и я. Юра, он отменился на заказы, кстати, но это чуть попозже. Ну, мама приболела. Приболела, ну, кашель, температуры нет. В общем, не очень, не важно себя чувствовать для того, чтобы поехать отмечать день рождения в Солнечный. Я позвонила в Солнечный, в отдел бронирования. Говорю, так и так. Говорю, мама приболела. Говорю, мы можем снять нашу броню, у нас забронировано два номера. Они сказали, что вы должны, привет, Лена пришла, должны предоставить... А зачем ты? Давай багажник поставь. Справку. Справку о том, что мама болеет. Мама не может дать справку, потому что... Лена пришла. Рассказываю, почему мы едем в Солнечный. Мама не может дать справку, потому что в больницу уйти за этой справкой. Ну, смысла нет, а врач без температуры не поедет. Слава богу, температура у нее в норме. Как мама себя чувствует, хорошо? Кашляет. Вот, поэтому мы поговорили с Юрой. Юра отменил сегодня заказ, потому что он едет с нами. У нас оплачено два номера. Мы, конечно, с удовольствием бы не поехали сегодня. Но так как деньги не вернуть, сто процентов не вернуть. Ну, а почему, если уже оплачены номера, что не ехать? Да, оплачены. Мама все равно не отмечает. Поэтому мы едем туда. Сейчас поедем, заправимся. У меня, как всегда, горит лампочка. Вот, и будем вам сегодня показывать отель солнечный. Номера у нас стоят по 10 тысяч каждый. Ну, мы как бы делали подарок маме с папой отдельно номер, и нам с Леной отдельно. Теперь, получается, я буду с Юрой в номере, и Лена будет как король одна в номере сегодня. Но там хорошая спа-зона. Юра никогда не был в солнечном. Он уже раздевается, ему жарко. Получается, в качестве подарка вы заплатили за себя, я за себя. Да. Вот такой подарок получился. Ну, да, такой получился. Ну, мы говорим, что мы перенесли это день рождения на поездку в Турцию. Потому что мы так и так... Ну, и Иванин как раз. Иванин день рождения, да. Мы заранее, я и предлагала. Мы хотели, да. Ну, как бы у нас оплату мы оплатили уже в Турции. Поэтому, что мамочка выздоровеет. И будем отмечать все вместе уже в хорошем отеле. Ну, а сейчас поехали. И будем вам все показывать. Сегодня будем купаться, надеюсь, в бассейне. Поехали на заправку. Поехали. Вот так вот мы уже, друзья, подъезжаем. Видите, находится в лесу. Спатель. Вот, видишь, Юра? Вижу. Справа. Мы сейчас будем заезжать вовнутрь. Поверните направо, во двор. Спасибо, дорогой. Бойницы такие. Сюда, что ли? До конца маршрута осталось 100 метров. Может быть, несу, да? Въезд через 200 метров. Вот. По-другому. Видите, теперь заезд. Но мы будем вовнутрь заезжать. Или здесь машину оставим? Нет, ты вовнутрь сейчас заедешь. Так всегда было. Угу. Вот. Заезжаем чуть-чуть. Вот такой вот солнечный. Здесь у нас двухэтажные коттеджики. Сейчас мы едем на заселение. Только я вот не пойму. Немножко тут маршрут перестроен. По-другому. Идем заселяться. Потом машину либо мы отгоним, либо нам отгонят. Все по желанию. И вот такое вот место. Так. Зашли мы. Здесь заселение у нас, наверное, будет. Сейчас немножко изменилось. Просили два номера рядышком, потому что у мамы день рождения. Ну, видишь, дали в разных, не только рядышком, а дали в разных корпусах. В четвертом и в шестом. Вот здесь такая атмосфера. Посмотрим и заселяемся. И уже мы встречаем какие-то... Вы знаете, что меня очень сильно удивило? Ну, в 4 часа ровно, ну, без 20 даже парень говорит, хорошо, без 20 дам ключ, но, оказывается, территорией пользоваться нельзя. То есть мы не можем пройти на озеро. Это уже считается пользованием территориями, я сейчас объяснил. Почему? Нельзя, запрещено. То есть мы сейчас ставим машину на парковку, обязаны вернуться сюда, не ходить нигде и ждать ключи. Да, ну, ерунда. К озеру там можно пройти. Я тебе объясняю. Вот мы сейчас только что разговаривали на эту тему. Мы поставим машину и прогуляемся до озера. Вы не можете пользоваться территорией. Ну, а нас кто остановит? Нет, ну, я не к этому. Зачем? Ну, остановит, не остановит. Просто удивительно. Ну, вот это наш российский сервис. Понимаешь, 10 тысяч номер. Просили заранее, чтобы были рядом. Да. Рядом в разных корпусах даже. Не то, что рядом. Вообще в разных корпусах просто номера. Да. Понимаешь, это вот... Да, и, в общем, допустим, если бы мама с папой, они бы расстроились, да, что мы в разных корпусах. Ну, специально бронировали вот так вот заранее и договаривались с ними. Но это не есть хорошо, это плохой сервис. Ну, да. Удивительно, конечно. Ну, будем искать плюсы. Просто рассказываем, как есть. Обгоняем машину на парковку. Сейчас поставлю машину на парковку. Сейчас уже у нас 15.27. И где-то без 20 парень сказал, даст нам ключи. Жалко, конечно, в разных коттеджах. Но ничего, мы приехали сюда на одни сутки. Даже не сутки. Заселение в 16, выезд в 12. Здесь такие условия. То есть мы попадаем сегодня на ужин и мы попадаем завтра на завтрак. Ну, фишка этого отеля, это, конечно, спа-комплекс. Мы его вам покажем. Кто не знает, это, конечно, раньше было очень хорошо. Не знаю, как сейчас. Надеюсь, ничего не изменилось. Ну что, машину поставили, слава богу. Моего верного друга, я его называю, Ниссан. Друг. Всегда со мной. И вот такие вот домики. Коттеджи их называют. Много коттеджей. С разными номерами. Есть стандарт, где только... Ну, они как-то немножко по-другому называются. Два человека. У нас считается стандарт плюс. Ну, это я так объясняю. Два плюс один. То есть у нас можно два, еще там что-то поставить. Как-то мы снимали люкс. был. Ну, то есть есть можно целиком коттедж снять. Разные категории. Но здесь очень, знаете, что хорошо спится. Они деревянные, комфортные такие. Ну, сейчас все с вами посмотрим. Вот она, вся территория. Видите? Стоянка. Мы пойдем... Мы можем вот здесь пройти, куда-то пошел. Тульский машина. Тульский. Да. Ира узнает. Тульский пряник. Тульский, да. Мы когда ведем 71, это значит тульский пряник. Вот такая вот здесь атмосфера. Это коттеджи, в которых люди живут. Мы будем жить в коттедже либо третьем, либо в пятом. Какой сейчас нам дадут? Шарфик в машине оставила. А вот это вот, по-моему, впереди огромный банный комплекс. И ресторан здесь. В общем, все увидите. Мы здесь, наверное, уже третий раз, я так думаю. Я первый. Я себя открываю. Ну да, Юра первый. Юра даже ради такого случая отменил заказ на сегодня. Я говорю, поехали. Что тебе все работа? Я не отменяю, я переношу. Хорошо. Потому что людей я не теряю. Я не могу позволить. Я людям предложил, сказать, они делают все, чтобы... Ну ты можешь представить, что здесь огромный бассейн под открытым небом. Мы будем плавать, а сверху на нас... Бильярдная. Да, бильярдная, пожалуйста. Боулинг. Караоке. Здесь много чего есть. И, конечно, все мы с вами посмотрим. И теннис. И магазинчик здесь, видишь, на всякий случай есть. Так, а вот это, Юра, я не пойму, что тут нарисованы каблуки. Объясни мне. Что можно каблук сломать, да, или что это? Вот этот знак, что значит? Не знаю. На каблуках запрещено, я так понимаю, чтобы не... Можно сломать написать. Да, чтобы не сломать. Пойдем. А куда ты идешь? Ну, куда? Откуда мы? Сюда, вот в здание. Вот ты куда пошла? Ой, хорошо с Юрой. А так бы сейчас... Сейчас бы ходила и бродила бы, искала Лену. И тебя оштрафовали после, потому что ты еще не вселилась, а уже по территории ходишь. Так, Wi-Fi здесь подключается автоматически. Здесь можно взять на прокат рыжий, я вижу уже. И... Мы можем в боулинг вечером поиграть. Если будет желание, надо записаться. Вот рыжие стоят. А, ну вот вход. Раньше другое здание было, поэтому я немножко тут попутала. Желающим можно взять водички. Попить. Ожидаем. Мне нравится, все под дерево. Лесец какая красивая. Ну, а кофе мы, наверное, тоже не можем пока попить. Наверное. А может и можем. Смотри, Лена, у Юры какая улыбка, он довольный такой. Посмотри, он в ожидании. Он готов к отдыху. Да, Юра? Я ему сказала... Завтра уже ехать с утра. Ну, ничего страшного, зато сегодня... Сегодня-то у тебя выходные. Юра, представляешь, сегодня такие чаши под открытым небом. Ууу, красота. Вот видите, сколько людей. Все ожидают. Все, мы получили ключи. Без 10, 4 нам дали ключ. Мы живем с Юрой в четвертом корпусе. Сейчас все вам покажем. Снежок пошел, как здорово. Все, теперь идем заселяться. Юра везет наш маленький чемоданчик. Сейчас, Юрочка, мы с тобой. Сейчас зажгем. Как заселимся. Сейчас зажгем. Туда, наверное, вниз? Или куда? Я забыла. Рядом с бассейном. Вот корпус номер 3 перед нами. Я уже не помню. Вот, Юра, смотри, видишь, вот этот банный комплекс. Вот. Это чаша. Наверх поднимаешься, и в этой чаше прямо в теплой воде плаваешь. Но это маленькие чаши, а там, с другой стороны, огромный бассейн. Тебе понравится. Интересно, когда это было все построено. Вот сюда же вход, по-моему, да? Нет, Юра, их обновили недавно. А вот смотри, видишь, вторая чаша? Это же третья, у нас четвертая. Четвертая. Вот ты говоришь, не имеешь права пройти. Тебе, у нас браслеты не надевали? Нет, ну просто я тебе сказала, как что мы с Юрой вдвоем. Как ты можешь не пойти? Вот, наверное, четвертый. Вот этот. Вот. Вот. Так. А где у нас вход, я забыла, в спа-комплекс? Лен, не помнишь вход в спа-комплекс? Вход в спа-комплекс. Вот этот? Юра, пойдем. Пойдемте быстро переодеваться. Мы там встречаемся тогда с вами. Почему? Ну как, вы сейчас идете у себя, переодеваетесь? Ну и на улицу вместе зайдем, да. Ну я говорю, перед входом встретимся сейчас, через 10 минут. Вещи оставим, переодеваться не надо. Я купальник одену, а ты уже одела? Я там одену. Вот он, большой, мощный спа-комплекс. Вот этот, третий. Ой, четвертый. А где встречаемся? Подожди, куда ты пошел? Мы сходом встретимся. Вот здесь вот в ход. Подожди, наш вот этот, да, четвертый? Ну-ка, посмотри, Юра, название. Следующий. Вот они, видите, какие корпуса? Сейчас нас встречают. Да. Снег идет, хорошо. Здесь можно на коньках покататься. Кстати, коньки тоже есть на прокат. Стадиончик. И вот сейчас мы весь вечер как раз-таки проведем вот здесь. Ну, подожди, это пятый, а где четвертый? Ну, он четвертый. А-а-а. Слежу, за ней иду. Давайте. Чуть мимо не прошли. Не чуть, а даже прошли. Ну, тут же и не один, а царит. Как тебе атмосфера, Юр? Хорошо, да, здесь? Смотри, елки, снежок, деревянные домики. Все, как мы любим. Вот наш домик. У нас Залина с Виталиком все спрашивают, какой здесь отель. Вот, постараемся максимально, да, все показать. Показать, все рассказать. Заходим. Так. Ой, чуть не улетела. Так, у нас 155-й. Это значит, куда? На второй этаж получается? 124-129. У нас выше. 155-й. Мы здесь жили. Вспоминая этого тигра. Слона. А, нам еще выше. Ничего себе. 155-й. Еще. Юра чуть не упала, ты видал? Точно, сюда. Сейчас ты похудела. И что? Если ты упала бы, я бы тебя так забрал. Добрый день. Так. Куда ты нас? В уголок. Чтоб никто не уволок. Прибыли. А, сейчас надо свет включить. Так. Найди, пожалуйста, где свет включается. Ой. Давайте я вам сразу покажу наш номер. Номер у нас 12 квадратных метров. Как заходишь справа, сразу находится ванная комната. Ну, здесь раковина. Естественно, здесь есть фен. Здесь есть мыльные принадлежности, смотрите. Шапочки, шампуни. И вот фен. Ну, и все, полотенца. Все есть. Шторка, как в отелях. Так. И... Сейчас, Юра. И вот такой вот номер. Освещение вот в виде лампы и лампы настольной. На потолке нигде освещения нет. Вот. Зарядка под телефон есть. Юра уже включил. Здесь у нас есть два бокала и холодильник, в котором ничего, наверное, нет. А нет, здесь все есть, но все за деньги. Здесь вот лежит прайс на столе, где можно ознакомиться с ценами. Смотрите. Деревянная мебель, какая симпатичная. Телевизор. Вот. Как на ресепшн позвонить в случае чего. Так, а где телефон тогда? Телефона в номере нет, да, по-моему? Ну, что-то здесь вообще так аскетично все. Да, шкафчик. Есть сейф. Резной шкафчик. Так, тут очень скромно. Телевизор. Очень скромно. Ну, вот так вот выглядит номер. Без балкона. Ну, это смысл такой, что мы же в номере не сидим. Да, конечно. Нам сейчас надо выдвигаться. Да, и мы сейчас с вами выдвигаемся и идем с вами в спа-комплекс. Это то, ради чего все сюда приезжают. Отель работает по системе. Все включено. Все это мы вам, конечно, покажем. Вот здесь мы будем отдыхать. Ура. Все. Вещи кинули. Чемодан кину. И идем в спа-зону. В 150-катом. Все хорошо. Если хорошо. Да, спасибо. Так. Третий этаж там, как самым молодым дали. Откуда ты знаешь хорошо? Откуда знаешь, как должно быть? У нас? Ну, у нас вроде все есть. С этой шишки, как картина. Из шишек. О. Видали? Здорово. Так. О, выходим. Ну, такие вот аккуратненькие домики. Зона тишины. Здесь шуметь нельзя. Здесь нельзя собираться с компаниями. Не шуметь. Здесь вот стол стоит, там водичка. Песни петь. Песни здесь нет. Здесь есть специальный караоти-бар. Где ты можешь петь хоть, ну, не знаю, до скольки. А здесь, здесь нет. Так. И вот перед нами вышли, еще раз повторюсь, спа-комплекс. В мой пакет, Юра, смотрите, обратите внимание, ищет свой телефон. Телефон? Ну, в моем пакете ты положил. А, так что я так не аккуратно. Ну, не знаю. Как же это? Бывает. Так, звоню Лене. Дорогие друзья, вот на этом видео заканчиваю. В следующем видео мы, конечно, вам покажем обязательно спа-зону. А сейчас мы заселились, хорошо доехали. И, конечно, увидимся с вами в следующем видео. Не пропустите, будет очень интересно. Все, пока-пока, мои дорогие. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok